К сожалению, дворы в конкурсах не участвуют. Между 17-м домом по юбилейному проспекту и 6-й школой проблема, на которую уже долгие годы никто внимания не обращает. Пешеходы злостно нарушают правила дорожного движения и идут по проезжей части. Наша съемочная группа выясняла, почему. Кратчайший путь к знаниям через лужи. Ученики 6-й школы к такому же привыкли. В сухую погоду здесь пыли трава, в дождливую, как сейчас, грязь непролазная. По правой стороне, куда детям нужно поворачивать, тротуара и дороги как таковой нет. То есть получается, что, например, как сейчас дождливая погода, протоптанная дорожка по газону превращается уже просто в грязное месиво. Можно, конечно, обойти, но только по проезжей части другой дороги нет. Утром и вечером этот участок дороги превращается в автостраду. Инна каждый день рискует здесь не только своей жизнью. Соседний детский сад водит по утрам ребенка. Здесь очень опасно. Здесь постоянный поток машин, а пешеходной зоны нет, тротуарной. Водить приходится за руку не только малышей. Даже школьников отпускать от них родители боятся. Мало того, что обольют, но реально может просто еще и сбить машина. Тем более, что, к сожалению, не все водители уступают дорогу, тоже торопятся, пытаются быстрее проехать. Проблему здесь могли бы решить какие-то полметра асфальта для тротуара. Расходы для бюджета, конечно, копеечные, зато жизнь школьников бесценна. Владислав Момот, Виталий Шкурин для РТВ.